Аристотель. Аристотель – основоположник науки о душе. Когда мы смотрим на картину Рафаэля «Афинская школа», мы видим на переднем плане Платона и Аристотеля, идущих рядом друг с другом. Седовлас и Платон указывает на небо, а Аристотель простирает руку к земле. Этот образ наглядно показывает смысл расхождения Аристотеля со своим учителем, расхождение, которое привело, в частности, к тому, что Аристотель станет создателем первого в античности проекта систематического научного изучения мира. Именно в школе Аристотеля античная наука впервые обретает столь привычную нам форму системы взаимосвязанных методически разрабатываемых дисциплин. Взгляд Платона-философа, отталкиваясь от материальных вещей, устремлен к созерцанию идей как вечных и неизменных образцов, сообразно которым созданы все вещи. По мысли Платона, материальная вещь, будучи воплощением соответствующей идеи, воплощением, всегда по отношению к идее неполным, ущербным, без идей никогда не существует, но идеи для своего существования не нуждаются в вещах. Более того, и мы, считает Платон, не из вещей узнаем идеи, ведь для того, чтобы узнавать ту или иную вещь как то-то и то-то, мы уже должны знать идею, которую эта вещь воплощает. Наше познание является, таким образом, припоминанием уже знаемых нами идей. И это познание, согласно Платону, будет тем более полным и чистым, чем более полным мы будем обращены к созерцанию идей как таковых, очистив взор от примесей материального. Для Платона материальные вещи оказываются, таким образом, лишь ущербным воплощением, тенями идей, и их познание не представляет для него самостоятельного интереса. Изначально, находя себя созерцающими эти тени, по мысли Платона, мы должны стремиться взойти к созерцанию той действительности, тенями которой они являются, мир и идей. Тем самым, исследование материальных вещей как таковых не представляет для Платона самостоятельного интереса. Напротив, Аристотель как бы спускает философскую мысль с небес на землю, сосредотачивая взор на нашем земном опыте, реальной жизни. Он стремится показать, что платоновский миф о том, что до рождения мы знакомимся с миром идей, и познавая, припоминаем уже знаемые нами идеи, не есть что-то неоспоримое. По Аристотелю мы можем мыслить познание этого мира как начинающееся уже изнутри нашего присутствия в нем. Мы узнаем в дереве дерево, в лошади лошадь, в корове корову, в человеке человека не потому, что мы созерцали соответствующие идеи до рождения, а потому, что каждая из этих вещей вступает в круг нашего опыта каким-то особым, характерным именно для данного вида вещей образом. Вещь дана нам в опыте не только в наборе внешних, уникальных, присущих именно ей качеств, но каждая вещь присутствует для нас определенным способом, который роднит ее с вещами того же вида, так что она единым для вещей этого вида способом входит в нашу жизнь. К примеру, пользуясь ложкой, мы имеем с ней дело одновременно и в ее уникальности и в ее видовом качестве, мы сообразуемся с ее конкретными характеристиками, но при этом едим ей так же, как и всякой ложкой. Мы не можем узнать, кто есть вещь по своей сути, узнать идею вещи, в ней до взаимодействия с ней. Лишь постепенно осваивая и узнавая вещь, мы познаем ее идею. Из этого рождается интерес к эмпирическому исследованию. Аристотель – прекрасный наблюдатель. Он умеет двигаться от наблюдения отдельных явлений к попытке постичь их суть. Поскольку идеи всегда нам даны только вместе с вещами, то мы, наблюдая за ними, стремимся познать принцип их устроенности как можно более полно, предполагая при этом, что наше познание остается незавершенным. И стремясь сделать его более полным, мы продолжаем наблюдать, благодаря чему наш общий набросок того, как устроены вещи, постоянно пополняется, обогащается, а наше исследование становится непрерывно развивающимся исследованием окружающего нас мира. При этом аристотелевская философия, которая развивается как наблюдающая исследование мира, которая начинается с умения удивляться простым вещам и внимательно рассматривает их, впервые становится философией понятийной. У Платона мы видим еще письменную транскрипцию сократического диалога. Собеседники разыскивают истину, как то, что в своей полноте в их опыте еще не присутствует. То, до чего человек доискивается, все время превосходит то, до чего человек уже доискался. Стремясь к истине, человек постоянно стремится к чему-то большему, чем то, что он постиг, и постоянно перерастает себя на личного. И Платон всегда рассматривает человека в этом превышении самого себя. Никакая фиксация нашего пути не должна создавать у нас иллюзии, будто мы все уже знаем. Язык Платона не понятийный, потому что Платон очень настойчиво идет все дальше и дальше. Он понимает, что то, что он фиксирует, он фиксирует лишь как момент на пути разыскания истины. В ответ на это Аристотель как бы говорит, «Да, человеку важно совершенствоваться. Важно не останавливаться на том, что он понял, но все-таки не менее важно по пути фиксировать то, что мы уже узнали о мире и о самих себе, и тогда уже, опираясь на то, что мы знаем и пользуясь им, устремляться к еще незнаемому». В лице Аристотеля философия впервые становится понятийной, начинает фиксировать в понятиях доступное нам знание. И еще один принципиальный момент. Наука, как ее выстраивает Аристотель, представляет собой систему связанных друг с другом дисциплин. Научные дисциплины составляют систему взаимосвязь, потому что сама наша жизнь и есть взаимосвязь. В нашей жизни мы не перескакиваем из сферы в сферу таким образом, что, например, сегодня с утра до полудня я политик и больше никто, с полудня до заката – ученый, а после заката – муж. Нет, я остаюсь и ученым, и мужем, будучи политиком, и так далее. Моя жизнь, хотя и многогранна, но все же едина. И науки тоже сопрягаются друг с другом в этом единстве жизни, они не расходятся как какие-то совершенно не связанные друг с другом дисциплины. Между ними обнаруживаются границы, связывающие их друг с другом. Эти границы, связи в аристотелевской науке отличаются от тех, которые привычны нам, людям нового времени. Так, интересующая нас психология, оказывается, у Аристотеля очень близко связана с физикой, поскольку фюсис – природа для Аристотеля, и здесь он продолжает линию предшествующего ему греческого мышления, это прежде всего живой мир. То, что существует по природе, существует само от себя, начало его изменения, движение лежит в нем самом. Таковы растения, животные, люди. И именно такое живое Аристотель рассматривает как одушевленное, задумываясь над тем, что есть душа – психе. Уже на приведенном примере с физикой и психологией мы видим, что неверно считать аристотелевскую науку таким прообразом науки современной, который воспроизводил бы все черты последней. У крупного немецкого психолога Курта Левина есть работа об аристотелевском и галилеевском способах мышления в биологии и психологии. В ней он показывает, что наука, прежде всего, физика, у Аристотеля и у Галилея строится принципиально по-разному, и что психология как наука порой работает ближе к тому способу научной работы, который практиковался Аристотелем, хотя, считает Левин, психологии следовало бы вырасти в науку галилеевского типа. Не претендуя подробно проследить здесь мысль К. Левина, мы ограничимся тем, что укажем некоторые основные особенности аристотелевской науки, отличающие ее от науки нового времени. Исследуя ту или иную сферу жизни, Аристотель совершает возвратно-поступательное движение от вещей к их идеям, затем снова к вещам и так далее. Казалось бы, все происходит так же, как и в современной науке, есть теория, есть эмпирия, и есть способы соотнесения теории с эмпирией, проверки гипотез и так далее. На самом деле, не совсем так. Это движение от реально наблюдаемых вещей к постижению идеального принципа их устроенности, и обратно, от идей к реальной вещи происходит иначе, чем в новоевропейской науке. Новоевропейская наука предполагает, что физический мир гомогенен и в любой его точке действуют единые законы природы. Такое отношение к физическому миру очень позднее. В философии оно оформится только в 17 веке, начиная с Декарта. В самом естествознании оно будет заявлено несколько раньше, в 16 веке, в работах Галилеа Галилея. Для Аристотеля же нет единого для всех природных вещей закона природы. В мире есть верх и низ, небесное и земное, и законы движения звезд и планет мыслятся как принципиально иные, нежели законы движения земных тел. К тому же, как мы уже говорили, сама природа мыслится Аристотелем прежде всего как природа живая. Неживое мыслится по образу живого. Если в современной науке даже биологические, биофизические, биохимические процессы мыслится как подчиняющиеся тем же природным законам, что и процессы в неживых предметах и веществах, то по Аристотелю наоборот. Когда, например, Аристотель говорит, что камень падает вниз потому, что он тяжелый, он мыслит камень по образу того, как мыслится им живое существо, которое живет и движется, изменяется, развивается сообразно своей природе. Так что начало его движения, изменение, начало и в смысле источника, и в смысле начальствования, распоряжение, внутренне присуще самому этому существу. По Аристотелю то, что мы можем назвать законами, которым подчиняется данная вещь, принадлежит самой этой вещи. Приобрести полную версию данной книги вы сможете перейдя по ссылке в описании под видео. Подписывайтесь на канал Расширение Мировоззрения, нажимайте на колокольчик и ставьте лайки. Расширение Мировоззрения Расширение Мировоззрения